по предыдущему ролику по прадику было очень много комментариев дата вы это не сделали это вот они сделал ребят вы скорее всего не понимаете возможностей доработок в эмиратах сегодня вот на примере этого автомобиля мы вам покажем насколько реально и круто можно дорабатывать здесь авто на связи ула из жаркого дубайского авторынка и сегодня мы вместе с вами будем с нуля дорабатывать новый лангкрузер prado погнали в целом что будет происходить мы сегодня приобрели очередной проект под клиента не под того же самого клиента под другого клиента автомобиль toyota лангкрузер prado 2023 года новый без пробега с двигателем 2 и 7 базовой комплектации но в целом есть комплектация базовее скажем так более пустые комплектации еще существует так по запросам клиента автомобиль должен был быть черный черный мы нашли главное чтобы он был с темным салоном если автомобиль был бы со светлым салоном он был бы дешевле но светлый салон в черный переделывать очень тяжело потом и у клиента стоял запрос чтобы запаска была снизу данная версия запаска снизу если бы запаска была бы на багажнике то тоже автомобиль был бы чуть чуть дешевле там разговор идет от 200 300 долларов но тем не менее если бы запаска была бы сверху автомобиль был бы дешевле мы могли бы это переделать но смысл заморачиваться то на то и выходит поэтому мы сейчас уже автомобиль вы купили все оплачено экспортные документы сделали мы с фризона его вывезли привезли к нашим товарищам на эвакуаторе а что здесь будет делать по сути мы будем его превращать в максимальнейшую комплектацию это это вплоть фары там туманки диски пороги рейлинги и так далее и тому подобное пойдемте зайдем посмотрим это место это не производство здесь находится ну скажем так приемка производства у них в другом районе здесь мы можем посмотреть наличие запчастей они всегда в наличии здесь есть диски там как это все будет выглядеть здесь можно потрогать пощупать кожу и так далее вот здесь же у них на касса находится здесь это все делается вот ассортимент дисков ассортимент дисков ну здесь он большой но мы всегда дорабатываем в оригинальную комплектацию такая как должна быть завода потому что большинство запчастей мы ставим исключительно оригинальные заводские ну естественно кроме кожи кожу стоит уже не привезем но кожа тоже хорошего качества но мультимедиум устанавливаем android в хорошем качестве аудио carplay называется потому что как ни странно аудио carplay android качественнее чем родная мультимедиа тойоты вот короче список опций которые мы уже предварительно обсуждали что мы будем здесь дорабатывать сид лидер это мы будем делать кожу полностью на все сиденья а он автомобиль 7 местный power seat это два передних электросидения будут устанавливаться с кнопочки 9 ну смысле мультимедиа здесь они 9 пишут мультимедиа будем устанавливать камера рир то есть задняя камера можно сделать камеру 360 но я должен сначала с клиентом утвердить так сайт степ это пороги пороги мы будем тоже устанавливать от слова и комплектации фоглам передние фары мы будем ставить линзованные туманки будем устанавливать 19 диски с резиной будем устанавливать steering control мультирую будем устанавливать мультируль одометр будем полностью менять от полной комплектации с посередине чтобы цифровой он был круиз-контроль будем устанавливать все в оригинале ребята заметьте рейлинги на крышу от полной комплектации тоже с марки кнопка старт-стоп это без ключевой доступ еще будет это вот список опций которым мы будем дорабатывать на данном автомобиле сейчас по камере 360 не надо утвердить с клиентом если да это дополнительно выходит плюс 270 долларов если нет то мы оставляем только заднюю камеру ребят в целом мы постараемся запечатлеть весь процесс как это происходит оставайтесь с нами будет интересно и познавательно работа уже и как видите полным ходом идет мы с клиентом со уже утвердили подтвердили вот даже можете обратить внимание решеточку уже собрали все хромированные элементы на местах уже передняя камера стоит с родными штыкерами все как положено сейчас еще фары пока везут в дороге уже успели установить камеры 360 ребят вот смотрите вот он весь механизм зеркал с камерами 360 кто мне будет говорить вот там китайский ширпотреб лепит все на родные места на родные защелки все это встает комментариях у меня очень много экспертов которые да вот они китайщину налепят все в оригинале ставится далее салон весь разобран вплоть до обшивок все сидения уже магнитолы мы заменили на большую поставили кнопку старт-стоп также сейчас подвезут еще круиз-контроль круиз-контроль тоже установим все это опять же в штатные места будет вставать я знаю что подумал как классно быть моим зрителям здесь куча движений происходит толпа народу работать над этой машины а в кадрах это все переключается второй день доработки нашего ланг крузера правда ребята процесса проделанной работе смотрите уже фары поменяли теперь это линзованная оптика у нас все отлично все встало на родные места здесь шильдик но уже собрали конечно вот здесь у нас шильдиками от тойота это родные фары ребята также поменяли решетку поставили переднюю камеру как я вам ранее уже показывал осталось сейчас до установить парктроники ждем парктроники пока привезут теперь посмотрите как собрали здесь зеркало камера 360 одна из камер получается все это установлено на родные места теперь глянцевые ручки у нас стоят с кнопочкой это с бесключенным доступом бывает два варианта то есть есть который просто с ключом подходишь и сразу открываешь дверь либо бывает с кнопочкой мы решили установить с кнопочкой потому что она был более надежная скажем так тот вариант который с бесключивым доступом был но он был китайский мы стали не стали китайских стать лучше поставили как в одной из опций prado в оригинале идет салон сейчас подвезут нам с цеха где его шьют и так ребята что уже установлено подогревы сидений на родные места выявили кнопки точнее вот эти вот крутилки все на родных местах теперь стоит вот здесь мы поставили кнопку старт-стоп установили мультимедиа самая сложная работа была это вот здесь вот с щитком приборов включаем щиток приборов это оригинальный щиток приборов японский на 180 километров в час решили поставить оригинальный пусть будет такой плюс установили круиз-контроль вот здесь вот с этой стороны эта кнопочка круиза контроля тоже оригинальная вот она она работает фон циклирует все кнопочки нажимаются с этой стороны мультируль тоже поставили короче работа идет полным ходом ими и качество работы мне нравится мне нравится я их постоянно контролирую здесь но по сути сильно докапываться не приходится потому что ребята знают свою работу целом ждем салон доработаем установим и завтра я думаю уже машина будет готова а посмотрим что сзади сделали как я говорил ранее осталось до установить парктроники а в принципе здесь мы ничего не дорабатывали вот третий ряд сидений привезут как его вкрутят на родные места смотри как ложат тойота ложат кладут накладывают укладывают мажут промазывают да ну смотри как это делает тойота криво косо ну блин это же надежно она будет вот прадики я еще не видел такой прадик который ну просто рассыпался здесь здесь как уничтожают эти прада как на них здесь есть их просто убивать другая машина просто уже сказал бы все самолеку я работать не буду больше а прадики продолжают ездить 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 я не знаю по моему машина вечная какая-то как я говорил у нас клиент приезжал я покупал 120 прада я на нем отъездил 10 лет я нихрена не ремонтировал на этой машине потом он приехал у нас вот такой 150 прада купил мне еще на десять лет хватит этой машины по сути так и есть есть минус у этого автомобиля согласен у прадиков есть минусы но самый главный его плюс перебивает все его минус это его надежность он как безотказный как автомат калашникова ездит и ездит скоро покажем готовый результат для вас это произойдет через три два один вот и готовый результат ребята автомобиль полностью оснащен готов мы сейчас будем его полностью проверять делать подробно видео отчет для нашего клиента но вы можете посмотреть на результат проделанных работ что же все-таки было установлено и так по списку опять давайте пройдемся установили по внешке новая решетка передняя камера линзованная оптика парктроники противотуманки новые диски 19 размера на новой резине естественно новые подножки бесключевой доступ рейлинги установили теперь все ручки под свет зеркала под свет камеры кругового обзора 360 мы установили далее по салону уже успели упаковать черный кожаный салон с перфорации смотрите какая строчка электросиденье два передних обычно по заводу ставится только одно водительское поддержка спинки вот здесь вот самое интересное мультируль полностью функционирующий щиток приборов обратите внимание японский оригинальный такой какой должен быть то есть все кнопки функционируют единственная кнопка не будет функционировать это вот вот это вот потому что мы не установили радар но провода все выведены дальнейшем если владелец захочет может установить не проблема подогревы сидений все на родных местах полностью функционирующий так внимание камерой 360 акс кстати вот эта консоль поменялась полностью чтобы установить кнопку старт-стоп теперь если включаем задний ход включается камера 360 в целом она на тойотах так себе работать я вам скажу и вот камера заднего вида если мы включаем вперед вот у нас передняя камера включаем поворотник с этой стороны показать в левую сторону эту сторону показывает установили сюда единственное вот это вот китайская мы установили но хорошего качества чтобы поддерживался аудио carplay и там ну дополнительные функции эта штука китайская лучше чем оригинальная от тойоты как бы не прискорбно было это признавать ребят давайте посмотрим сзади место для пассажиров естественно задние сиденья тоже полностью перетянуты кожи она плотная с перфорации тоже с подогревом задних сидений вот они кнопочки стоят подогрев сидений установили и третий ряд сидений тоже перешит кожи третий ряд сидений упакован уже он тоже перетянут кожи здесь парктроники все на родных местах стоит сзади так сколько здесь сзади 4 спереди 2 по моему так мы устанавливали все сенсоры все абсолютно штатном режиме все работает функционирует и вот так ребята выходят гораздо гораздо дешевле чем приобретать готовую комплектацию завода во первых вы на свой вкус можете собрать автомобиль кстати еще наклейки удалили у автомобиля полностью наклеек нет катапультировали отсюда навсегда на всю жизнь чтобы вообще глаза моих не видели и вот так вот приобретать автомобиль выходит гораздо дешевле давайте посчитаем простую математику и так стоимость автомобиля мы его приобрели за 45200 долларов прада 2023 года с двигателем 2 и 7 следом на доработку мы потратили полностью на все про все 5440 долларов наши услуги плюс 5 процентов чистой стоимости автомобиля составляют 2260 долларов далее автомобиль отправляется в кыргызстан и это его конечное направление то есть далее экспортироваться никуда не будет автомобиль останется в кыргызстане доставка до кыргызстана с хорошей страховкой стоит 3000 долларов вот и по прибытию в кыргызстан раз таможка растаможка на данный автомобиль на внутренний рынок стоит совсем других денег на реэкспорт стоит немного подороже и поэтому растаможка на данный автомобиль мне никто толком еще не сказал но я предполагаю что-то в районе около 9000 долларов потому что владелец сам сказал встречу сам растаможу дальше это мои проблемы классно в целом мы могли бы тоже сопроводить если бы через нас сопровождали я бы уже делал запросы в соответствующие органы и мне бы давали уже стоимость растамаживания данного автомобиля ребята вот такая математика интересная получается и что вы понимали приобретать готовый такой же автомобиль в такой же комплектации здесь в эмиратах стоит в районе 58-60 тысяч долларов только цена здесь в такой же комплектации а здесь мы приобрели автомобиль доработали сэкономили человеку порядка десяти тысяч долларов только здесь на приобретении автомобиля напишите в комментариях что вы об этом думаете мне очень интересно узнать ваше мнение обязательно убедительная просьба ребят вот ребят послушайте меня пожалуйста очень много людей меня смотрит но никто не подписывается по-братски прошу вас от души просто подпишитесь на этот канал поделитесь этим видео со своими друзьями просто серьезно прям возьмите за это дело ответственно лайки дизлайки и вообще ребят вы красавчики всем удачи